Здравствуйте! С вами программа Доктор Плюс. У нас сегодня в гостях Кузнецова Анна Геннадьевна, врач-эндокринолог, а с вами я, Ярвай Владимир Владимирович. Мы поговорим о такой, скажем так, очень интересной теме, которая заинтересует людей, которым за 40. Это остеопороз. Это заболевание, системное заболевание, которое, можно сказать, связано с возрастными особенностями уже организма. Вот что вы можете нам рассказать как вводную часть, чтобы люди немножко поняли, что это за заболевание? На самом деле, остеопороз называют немой враг. На самом деле, остеопороз не болит. Многие наши пациентки, когда приходят на прием, мы, естественно, собираем анамнез, узнаем, были ли у пациентки переломы. Она говорит, ну да, был перелом, это же нормальная все-таки старость. И вот здесь мы доносим до пациенток информацию, что есть заболевание только как остеопороз. Это действительно заболевание костной ткани, которое сопровождается снижением плотности костной ткани. И самое грозное осложнение, это переломы. К сожалению, таких пациентов у нас много, это около 33% женщин, 27% мужчин, у которых есть то или иное снижение плотности костной ткани. А с чем это связано? В первую очередь, конечно, чаще встречается первичный остеопороз, остеопороз постменопаузальный, у женщин приют менопаузы, так как снижается количество эстрогенов, снижается плотность костной ткани. Ну, то есть, стериновых гормонов. Менопауза – это время в жизни женщины, когда менструации прекращаются навсегда, и они больше не могут рожать детей. Менопауза обычно наступает в возрасте от 49 до 52 лет. Медицинские работники часто определяют менопаузу как наступившую, когда у женщины в течение года не было менструальных кровотечений. Это также может быть определено снижением выработки гормонов. Мужчины немножко снижаются, скажем так, мягко, а у женщины они резко падают вот как раз после менопаузы. Здесь как раз такими рано в том, что закладка костной ткани происходит в первые 20 лет. И очень важно, чтобы пациентка во время беременности, во время полового созревания получала достаточное количество кальция с продуктами питания и витамина D. Также большое влияние оказывает состояние фсической активности, то есть гипогонодизм – это малоподвижный образ жизни. К сожалению, здесь помощник остеопороза. И чем меньше пациент двигается, тем больше риски остеопороза. То есть мы можем сказать, почему именно эта проблема, скажем так. Потому что, когда вы двигаетесь, происходит наполнение кровью большей части организма, а то есть от всего опорно-двигательного аппарата. Кроме того, на него же еще, на эти кости еще они формируются в определенной структуре, в зависимости от того, от тех условий и задач, которых вы им ставите. Конечно, безусловно. Поэтому остеопороз мы выделяем именно, ставим пациенткам, у которых были переломы трубчатых костей. Это, в первую очередь, всего шейка бедра, лучевая кость, плечевая кость и тело позвонков. То есть те переломы, которые имеют наиболее существенное назначение, потому что переломы этих локализаций могут привести к инвалидизации пациента. И даже есть такая статистика, что пациенты в первый год после переломы шейки бедра от 20 до 40%, к сожалению, погибают. Ну, вот я просматривал немножечко интернет и смотрел, что там. Правда, считаю, что это не совсем, там видно, кто-то перепутал. Там было указано, что каждую минуту происходит разрушение пяти позвонков и семь шеек бедра. Я думаю, потому что я посчитал, это получается в год 6 миллионов 300 тысяч. Я так понимаю, что это скорее всего было в час, то есть где-то около 100 тысяч реально вот людей именно из-за остеопороза получают вот эти вот проблемы. Я бы на самом деле не была так оптимистична, потому что статистика даже в России, она не совсем объективна. На самом деле остеопорозом глобально как проблемой почти никто не занимается. Это в основном эндокринологи, ревматологи, травматологи в той или иной степени. Это как раз такие вот эти осложнения приходится уже на травматологов и реабилитация после таких переломов. Остеосинтезом уже занимаются травматологи. Поэтому, естественно, с нашей стороны мы пациентам доносим, что остеопороз необходимо профилактировать, выявлять и назначать своевременное лечение. Остеосинтез от греческих слов кость и сочленение соединение. Хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности. Цель остеосинтеза – обеспечение стабильной фиксации отломков в правильном положении с сохранением функциональной оси сегмента, стабилизация зоны перелома до полного сращения. Потому что даже начиная лечение в первые три года после выявления остеопороза, снижаются риски по перелому в дальнейшем таких пациенток. – Ну, вы уже упоминали о том, что, в принципе, больше подвержены женщины этому всему. Но тут же нужно еще сказать, что женщины все-таки, особенно в возрасте, вот, скажем, тем, кому сейчас далеко за 40, они все-таки мало занимаются физическими упражнениями. И мне кажется, что это тоже является одним из таких факторов, которые приводят к проблемам возникающей. – Безусловно. Здесь у женщины есть набор массы тела, который приводит к тому, что пациентка не может выполнять или иные виды снической активности. Также есть сопутствующие заболевания, гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия, хроническое заболевание, ключевым проявлением которого является стойкое повышенное артериальное давление, возникает вследствие нарушения регуляции сосудистого тонуса, изменений в работе сердца и почек. – Даже когда мы объясняем, что необходимо заниматься хотя бы минимальной нагрузкой – это ходьба, прогулки в парке, может быть, скандинавская ходьба, плавание. На многих говорят, доктор, ну как же у меня лодыжка через 3 минуты возникает, куда же я пойду заниматься спортом. Поэтому, естественно, здесь от пациентов очень многое зависит. И в том состоянии, в котором они входят в предменопаузу, то есть те усилия, которые они приложили до менопаузы, то есть вес, состояние здоровья, напрямую влияют на состояние постменопаузального периода. – Ну, скажем так, я немножко просматривал, чтобы быть в теме. И были данные интересные о том, что уровень как раз кальция в костях, он еще закладывается в период эмбрионального развития. Эмбриональное развитие – период жизни организма, который начинается с образования зиготы и заканчивается рождением или выходом зародыша из яйца. И этот уровень будет определять то количество, которое будет на протяжении всей жизни. То есть здесь, конечно, нужно уделить особое внимание как раз первому периоду развития человека. То есть в этот период нужно максимально насыщать свою еду, которая будет передаваться потом ребенку, чтобы кальций был в хорошем объеме. Потому что считается, что кальций – это основной мессенджер в организме. – Конечно. – Да. Это он как, скажем так, определенный фермент для всех этих самых реакций, которые протекают. – Не только кальций, но и витамин D. Сейчас мы витамин D особый уделяем внимание, называем его прогормоном. Некоторые даже называют его гормоном, так как его влияние на все абсолютно системы сейчас уже доказано и активно изучается. Гормоны – от греческого слова «двигаю», «побуждаю», «привожу в движение». Биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желез, внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологическую функции. И вот буквально недавно была у нас также конференция в фронтальном центре, где врачи из «Маньяк» активно говорят о том, что не бойтесь назначать беременным кальций и витамин D, потому что, естественно, они должны идти совместно и применяться совместно, чтобы кушегинеколог не боялся мамочке рекомендовать продукты, содержащие кальций и добавки витамина, содержащие кальций. По поводу витамина D нужно еще сказать, что один из самых необходимых витаминов, но чем он хорош? Тем, что он может воспроизводиться организмом. Для этого всего лишь нужно световое воздействие. Потому, ну, не все, правда, нормально переносят солнце, но до, скажем так, до 11 часов дня или после 6 часов вечера вполне можно выходить на солнышко и получать свой витамин непосредственный, тот, который будет для вас самый необходимый, и он будет ваш личный. Конечно, я с вами соглашусь, но если так говорим пациентам, что есть периоды безопасного солнца, но так все-таки мы проживаем на территории Российской Федерации, где световой день не такой большой, летний месяц он не так активный, поэтому с сентября по май все-таки витамин D мы рекомендуем использовать. Световой день у нас очень большой. Если 5 часов заканчивается зимой у нас. Это зимой, а летний у нас как раз да. Поэтому у нас рекомендации сентябрь-май, да, то есть мы когда рекомендуем добавлять витамин D из дополнительных источников витамин. Просто здесь еще нужно предостеречь, все-таки витамин D это жирораствориванный витамин, и его нужно очень дозированно принимать и постараться лучше проконсультироваться у врача или пройти определенные анализы, потому что выведение витамина D происходит достаточно сложно, и он может накапливаться, то есть имеет кумулятивный эффект. Поэтому пациенткам рекомендуем подвергнуть настать анализ. Анализ простой, выполняется быстро, и исходя из первичных данных по витамину D мы можем пациенткам назначать насыщающие дозировки, дозировки поддерживающие. Ну, вернемся давайте к усталопорозу. Лечение, как вы считаете, какое наиболее эффективное? Есть ли у вас вот уже собственный опыт, который вы получили при лечении данных больных? Безусловно, сейчас у нас в России очень большой перечень препаратов зарегистрированных для лечения остеопороза. Пациенток мы выявляем. Способов диагностики у нас достаточно много, и только звуковая денситометрия, денсиметрия рентгеновская. Также у нас есть источники, калькуляторы ФРАГС, где мы можем без каких-либо методов диагностики водерингена, либо УЗИ поставить уже этот диагноз. И уже до перелома начать пациентку лечить. Препараты у нас есть как таблетированные, так и парентеральные, то есть внутривенные и внутриподкожные инъекции. Самый, конечно, оптимальный для нас это путь введения парентеральной. Парентеральное введение лекарственных средств – это пути введения лекарственных средств в организм, при которых они минуют желудочно-кишечный тракт, в отличие от перорального способа применения лекарств – это прежде всего инъекции и ингаляции. Есть препарат, который вводится один раз в год. Пациентка ввела внутривенный препарат и на год может спокойно абсолютно быть уверена, что переломы, скорее всего, с ней не случится. Поэтому такие пациенты… Здесь же нужно еще сказать, что не всегда же кишечник правильно работает и вот парентеральное введение, то есть через рот, скажем так, оно не всегда бывает очень эффективно. Безусловно, поэтому у пациентки такие проходят обследования, да, если у пациентки есть наличие хронических гастритов, особенно ясных болезней желудки, таким пациентам мы рекомендуем тривен или подкожные инъекции. Что именно, как вы относитесь к диете при этих заболеваниях? У меня стоит такая универсальная формула, я говорю, что пациенткам, если вы употребляете в день 30 грамм сыра, 100 грамм творога, 200 мл любой жидкомочной продукции, ряженка, кефир, молоко, то в принципе это ваша формула 1000 мг кальция в сутки. Если вы этого употребляете, вам этого будет достаточно. Витамин D мы все равно таким пациенткам в постменопаузе, которые получают лечение по остеопорозу, назначаем в виде неактивных форм. Ну, нужно еще сказать, что для того, чтобы правильно усваивался кальций, то необходим не только витамин D, а и калий, и магний, и целая группа микроэлементов, которые должны усваиваться с пищей. То есть здесь как раз должно быть очень широкий спектр принимаемых продуктов для того, чтобы как раз вот все вот это вместе совместить. Мне кажется, надо людям сказать, что кальций, он усваивается, если есть жиры в организме. Если вы вместе с кальцием принимаете жиры, то есть только в этот период. И они будут балансироваться от того, сколько жиров, значит, столько и кальция будет усвоено. Поэтому как раз такие продукты – это сыр, творог, молоко, там, где есть жир, там, где есть белок. Где есть кальций, жир и белок, мы практически скажем, что сюда будет кальций хорошо всасываться. Ну, а вот если всю эту группу людей у нас разобрать и сказать, какие люди больше всего подвержены тому, что в них может развиться остеопороз. Безусловно, это женщины в постной на паузе, особенно те, которые были… Ну, мы уже и поговорили. А вот насколько я там просмотрел литературу, то в принципе больше подвержены остеопорозу – это европейцы и азиаты. А вот как раз африканцы, они меньше подвержены этому недугу. А вот какие еще вы… Ну, здесь есть факторы риска. Это, условно, генетические заболевания. Их достаточно много. Сейчас это эмоковисцидоз и порфирия. Здесь также заболевания центральной нервной системы. Но здесь как раз таки факторы влияют гиподинамии. То есть, да, пациенты после инсультов, они длительно находятся в обездвиженном состоянии, поэтому здесь такие пациенты тоже будут в факторах риска и остеопороза. Кроме того, много препаратов. Это антиконвульсанты. Антиконвульсанты – фармацевтические препараты противосудорожного действия, применяемые для лечения эпилепсии, купирования мышечных судорог различного происхождения. При эпилепсии, эклампсии, интоксикациях и столбнике. То есть, да, препараты, которые будут… Снижать плотность костной ткани. Да, снижаться она будет в основном за счет того, что не будет поступать кальций, не будет этого. Да, ну, так называемый уже вторичный остеопороз, когда это возникает остеопороз на фоне, в том числе, эндокринных заболеваний, заболеваний щитовидные, паращитовидные, желез надпочечников. Эндокринные заболевания. Класс заболеваний, вызываемых расстройством одной или нескольких эндокринных желез. В их основе лежит гиперфункция, гипофункция или дисфункция желез внутренней секреции. И приемы лекарственных средств. Но нужно сказать, что еще высокий рост, он тоже является предрасположенностью к тому, что может развиться остеопороз. Это вот уже, скорее, в рамках акромегалии у таких пациентов, он, естественно, сочетается. Акромегалия – от греческих слов «конечность» и «большой». Заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, сопровождается увеличением, расширением и утолщением кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части. У всех, кто немножко выше среднего роста, у них повышен риск проявления остеопороза. К сожалению, таких исследований не могу вам подтвердить. Ну, это я не большой специалист. Вот то, что я в интернете просмотрел пока по этому самому, потому что я скажу, слава Богу, с остеопорозом пока не был связан. Я думаю, конечно, здесь нужно также рассказать женщинам, которые не знают про остеопороз. То есть, если они отмечают снижение роста более чем на 4 сантиметра за жизнь, либо 2 сантиметра за год, это повод обратиться уже к специалисту. Также, если есть боли в спине, это вот один из тех неспецифических симптомов, которые могут указывать на остеопороз. И если появляются на спине, то это вызываемые кожные складки. То есть, когда изменяется соотношение реберных дуг, высоты стояния тел позвонков, это также повод проследоваться на остеопороз. – Как мы можем повлиять и мотивировать человека для того, чтобы он все-таки занимался собой? Вот вы же у себя там встречаете людей, вы должны их мотивировать. Потому что если человек не занимался ничем, то его должно мотивировать на динамическую жизнь. – Здесь, безусловно, очень влияет семья. Когда пациент кому-то нужен, есть потребность быть с кем-то, всегда такие пациенты к нам приходят обычно с родственниками. Это дети, могут быть внуки, в зависимости от возраста пациента. И чем пациент более окружен заботой и вниманием, потому что женщины после менопаузы – это уже женщины возрастные, преклонного возраста. И чем более они ухожены, востребованы, тем больше у них есть стимул заниматься собой. – Тут же не только это нужно, а не мотивировать людей на то, чтобы они сами занимались, создавать им определенные условия. – Мы помогаем, создавая школы, да, то есть у нас есть образовательная школа, где мы пациентов поддержим, у нас есть программа, мне кажется, она прекрасная, да, это активное долголетие, где пациенты как раз-таки возрастной категории могут совместно собираться, у них есть и совместные увлечения, те же самые прогулки, скандинавская ходьба, теренкуры, это как раз-таки стимулирует их быть в обществе, быть востребованными. – Спасибо. Давайте сейчас послушаем вопрос, который нам подготовили. – Уважаемые врачи, здравствуйте. У меня такой вопрос. И я, как и многие люди в нынешнее время имеют сидячую работу. Позвоночник болит, спина болит, что сделать нужно для того, чтобы не было этих проблем? Подскажите, пожалуйста. – Здесь, наверное, как раз-таки сказала бы о умных каджетах, да, которых многие есть, это фитнес-трекеры, это фитнес-часы, и у многих есть функция напоминания, да, если человек больше часа не двигался, есть такое напоминание, вибрация, что вам пора подвигаться. Здесь, я считаю, что это очень хорошее изобретение, которое позволяет людям, которые длительно сидят, вспомнить о том, что необходимо встать и подвигаться. – Нужно просто заниматься, особенно вот для людей старшего возраста, потому что именно проявление, это переломы и все остальное связано с тем, что как раз кровоснабжение костной ткани становится, ну, очень низким. – А его нужно стимулировать, и чем больше будешь заниматься, скажем так, у людей старшего возраста, у них иногда появляется больше времени, не всегда правда, потому для них это очень важно, динамические вот эти вот упражнения, именно динамические, они очень важны, и они будут формировать структуру кости. – Знаете, давайте поблагодарим Анну Геннадьевну за то, что она нам все-таки ввела нас в эту тему. – Остеопороз – это очень сложное заболевание, которое сейчас входит в десятку тех заболеваний, которые ВОЗ выделила. – Потому, если у вас какие-то возникают проблемы, приходите к специалистам. – До свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok